Пятый, слушаю вас, говорите, что случилось. Пожар в квартире. Пожар где? Нижний Новгород. Это сообщение о пожаре всего лишь инсценировка. Так отрабатывают навыки операторы службы 112. Сейчас система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 функционирует в тестовом режиме. Но уже с февраля в Нижнем Новгороде она будет работать реально. А пока сотрудники тренируются день и ночь. Мы формируем тестовую ситуацию нереальную, например, заболел человек. И оператор принимает этот вызов, заводит необходимую информацию в карточку и передает в ту службу, в которой необходимо провести реагирование. Если больной, то значит 0,3. Если нарушение порядка 0,2. Если какая-то авария, то 0,3, 0,2 и 0,1, естественно, там. И за счет этого увеличивается оперативность реагирования. То есть мы одновременно рассылаем информацию во все службы. Когда в стандартной ситуации человек должен сначала позвонить 0,1, потом позвонить 0,2, ну и так далее. Сколько времени уходит на обработку одного такого звонка? Ну, где-то в пределах 70-80 секунд. Центр обработки вызовов на улице Пугачева открылся в конце 2015 года. За 13 месяцев здесь успели сделать ремонт, установить и наладить все необходимое оборудование, а главное – набрать специалистов. Тут трудятся только проверенные кадры. У нас есть опыт, да, 20 лет в пожарной охране по приему звонков и оказании также помощи населению. Что самое главное в пожарной охране? Оперативность, психологическое оказание помощи и, конечно, понять человека, что случилось, как можно больше узнать о нем информации и вовремя передать заявку в ту или иную службу. Все сотрудники Центра обработки вызовов прошли специальное обучение. В учебном классе сымитировали рабочие места всех оперативных служб, объединенных системой 112 – пожарных, полиции, скорой помощи, службы газа, дежурной диспетчерской службы. Таким образом, будущие операторы системы 112 получают навыки работы со всеми ними. Причем обучение и тренировки здесь, в Нижегородском центре обработки вызовов, прошли не только операторы из столицы Приволжья, но и их коллеги со всей области. За год здесь подготовили около 500 человек. И теперь у себя в районах они каждый день отрабатывают самые разные условные кризисные ситуации в связке с главным офисом, тренируясь работать совместно. В конце 2017 года мы планируем провести госиспытание и принять систему 112 в промышленную эксплуатацию. И в дальнейшем весь поток вызовов пойдет через наш центр обработки вызовов. И я думаю, что будет помощь людям и диспетчерским службам для ускорения реагирования. В центре обработки вызовов создали все условия для того, чтобы операторы системы 112 могли работать круглосуточно. Есть и раздевалка, и кухня, и комнаты отдыха. С февраля 30 операторов начнут принимать реальные звонки, а поддерживать работу систему 112 будут пятеро системных администраторов. Вся принимаемая информация заносится на специальные карточки и хранится в центре обработки данных. Именно сюда стекаются все сведения о происшествиях, кризисных ситуациях и коммунальных авариях. Собранные данные позволят проанализировать ситуацию и сделать выводы. Сегодня все оперативные службы, к которым привыкли к 01, 02, 03, 04, они работают самостоятельно, сами по себе. У них собственные регламенты, у них собственные дежурные диспетчерские службы, у них свои номера телефонов, у них свои подходы к работе. И понятно, что в отдельных случаях это может быть даже эффективно, оперативно, но очень редко бывают случаи, когда требуется только какая-то одна служба. Чаще всего это совокупность, это несколько, две, три, а иногда и все необходимы для того, чтобы принять оперативные какие-то меры или решения. В случае, когда дорога каждая секунда, именно отточенность действий операторов системы 112, которые могут оперативно принять решения по направлению конкретных служб на место происшествия, может существенно повлиять и на качество реагирования, и на скорость принятия решений, а в итоге позволит спасти жизнь и здоровье людей.